Елена Андреевна, Лишевой. И это тоже техническая часть, это сопровождение, это разработка того пробника, который мы берем, пробы. РУДН Антон Владимирович отвечает за исследовательную химическую составляющую той пыли, которую мы там находим. И Татьяна Владимировна Гребенникова, генетик, отвечающий за генетическое исследование. Цель наших исследований о поведении микроорганизмов мы сначала писали микроорганизмов, сейчас бы, наверное, даже не правильно написать, не микроорганизмов, а биологических структур в составе космической пыли, изучения процесса деструкции материалов на внешней стороне станции. В своих исследованиях пока что мы ставим три задачи. Это выявление не столько жизнеспособных, но и жизнеспособных, естественно, тоже, но и всех биологических структур, которые мы можем найти. это опотребление химического состава загрязнений и проведение инспекционного состояния станции внешней стороны космической стороны. на данном слайде показаны зоны отбора для микробиологии. Это те зоны отбора в космическом эксперименте тест, которые мы анализируем. Кроме микробиологической составляющей, я уже говорила, есть еще и химическая составляющая, я сейчас даже скажу, почему. И она, наверное, самая главная, практически. Мы исследовали, нам было доставлено 20 лет пробы, и большинство проб с поверхности иллюминатора. Это вызвано тем, что наш эксперимент сопоставим с практической задачей. Поверхность иллюминатора загрязняется. И одна из практических задач эксперимента – показать, чем они загрязняются, и как это можно происхватить. Это было года два назад, но сейчас уже некоторые вещи изменились. В данном случае конфигурация космической станции. Мы отбираем круг только с СМА, служебного модуля, с нашей всей станции, только со служебного модуля. То, что относится к верению Санимаша и Эмеркии. Как видите, здесь много иллюминаторов, и они очень важны для работы космической станции. Поэтому задача была, прежде всего, еще до того, как мы расширили свой эксперимент – это чем загрязняются поверхности иллюминаторов. Что такое есть в космической пыли, что загрязняет поверхность иллюминаторов. Ну и, конечно, мы посмотрели некогда. Все эксперименты, которые проводятся с внешней стороны станции, обязательно опробируются в гидролаборатории. Здесь показаны, как будущие космонавты у них белые скафандры, они будут отбирать, выходить из станции, из модулы станции и отбирать пробу. Есть инструкторы, которые все это сфиграфируют, потом проводится оценка тех ошибок, которые будут допущены. Также с руководителем от нашей группы, Шубрава Елена Радимовна, корректируется весь отбор проб, который в дальнейшем будет проводиться. На Международной космической станции, в период БКД, космонавт закрепляется в определенном месте и отбирает пробы. Вот здесь не особенно видно, но очень четко видно. Вот она, пыль. Вот здесь. Вот пыль. Ее видно, она березая. И на перчатке Олега Артеньева он ее очень хорошо снял. Видно. Грязь в полискоснической станции. Пробоотборник. Пробоотборник состоит из двух штырьков. Штыри металлические. Делали полиэтиленовые, они ломались. Ломались у космонавтов, ломались после того, как разбирали этот штырёчек. На них накручена ваточка с специальным консервантом. И космонавт. Все сделано так, чтобы космонавт большой перчаткой мог этим пробоотборником работать. Потому что маленькие пробоотборочки, которые есть на космической станции, они сюда не подходят. То есть, вот эту конструкцию разрабатывал Цегаков Олег Семенович. Специально под этот эксперимент. Вот его вид. Рукой берёт космонавт вот эту вот часть, основу, выкручивает штырёчек и берёт пробу. Вот здесь вот мы уже в лаборатории, в лаборатории, в антистетических условиях, в боксе пятого класса, в стерильной одноразовой одежде, в Кларк, в перчатках или в хирургических халатах. Проводится исследование. Штырёчек выкручивается и... Сейчас я вот дальше могу показать. И дальше вот он, штырёчек загрязнённый. Дальше он срезается и помещается в воду. Проводится контроль бокса, контроль воды, контроль стерильности штырёчка одного пробника, который остаётся на земле, чтобы можно было посмотреть, где идёт заражение. Если оно, конечно, идёт. У нас такого не было, но всё дело истерильно. Вот этот вот пробничек, вот эта вот грязь дальше анализируется. Вам представлены результаты микрологических исследований. Как я говорила, у нас было отобрано 20 проб на микрологию за 6 лет. То есть в Академии каждый год, по несколько раз, иногда и вообще не будет. Сейчас в Академии будет до конца следующей 18 экспедиции. В пробах обнаружено 46% спорообразующих микроорганизмов, 45% проб со спорообразующими бактериями рода бацирус. Он распространён, конечно, повсеместно. Он встречается на космической станции, он встречается на Земле. Это бактерии, которые выдерживают хорошо радиацию, которые выдерживают температуру и многие другие факторы. То есть это экстремально экстремофилы. Можно почти его так отнести. Однажды, в том году, мы обнаружили жизнеспособный гриб аэробозит. Этот гриб никогда не встречался на космической станции МИР и на МКС. Никогда. Однако, мы его обнаружили на космодроме Байкану, в помещении, где заправляют топ. Как ни странно. И там, и наш бацирус, аэробозит, стойкий к радиации. Как ни странно, они выдерживают 5 кг. Это достаточно в нормальной температуре. Они выдерживают 5 кг. Это большая доза, но, тем не менее, они их выдерживают. Кроме этого, по молекулярным местным числах определялась ДНК некультивированных микроорганизмов. По 16С последовательности, по сонной РНК, были открыты археи. Мы их считали некультивированными. Но я понимаю, что они культивированные. Мы уже будем немножечко в этой области работать. Для нас это было раньше некультивированным микроорганизмом. Кроме этого, были определены микобактерии. Далфинии, которые относятся к доминирующему виду морского планктона, биопланктона Барицевого моря. Были определены некультивированные грибы и ДНК, близкое к растительным геномам. Все эти исследования были сопоставлены, естественно, с генбанком Международным генбанком. И вот оттуда вышли эти названия. Что это за растения и что за грибы некультивированные там обнаружены, мы пока не видели. То есть, вот, их нету в этом генбанке. Но они обнаруживались в жидкости, смывочной жидкости с этого тампона. Да, я не сказала. Смывочную жидкость мы делили на три части. Одна часть шла на определение классическими методами, то есть, определение жизнеспособности микроорганизмов. Вторая часть на определение ДНК всего того живого, что может быть в этой жидкости. И третья шла на химию. Смотрелась параллельно и химическая составляющая, которая была на этом тампоне. Как я говорила, не везде обнаруживались способные структуры. В 22% проб их не было. Но, тем не менее, если аэробозидию мы обнаружили в конце 2015 года на космодроме, аэробозидию мы обнаружили в начале 2015 года при посеве жизнеспособности. Здесь много вопросов, о которых я дальше уже буду говорить, и много разных возможных течений или направлений исследований. Мы проводили оценку биологической активности бациллов по полуколичному методу по зоне задержки вокруг ДНК и РНК, музейные штаммы из музея Тарасевича и те штаммы, которые выведены с внешней стороны станции. Как вы видите, есть разница. Есть изменения, есть усиление свойств, есть угнетение свойств. Но, тем не менее, свойства везде сохраняются. Выводы по этой части. При обследовании внешней стороны МКС периодически обнаружены единичные жизнеспособные споровые формы микроорганизмов, именно жизнеспособные, то есть и бацилусы, и аэробозидины. Биологические структуры в общей сложности обнаружены в 78% проб, практически в каждой тропе, которую мы исследовали. Ну и изучение биологических свойств спорообразующих бактерий на поверхности РНК показало, что они действительно сохраняют биологическую активность, а в ряде случаев даже отмечены ее усиленностью. Как я говорила, основная цель, практическая цель этого эксперимента – это удалить грязь, удалить загрязнение с поверхности иллюминатора. На слайде показано, да, видно, на слайде показано, что на поверхности иллюминатора с внешней стороны видно точки, и он не прозрачный. Составная диаграмма этих тучек. Мы предполагали, что это парамид, это та обшивка, та поверхность, которую держит иллюминатор на борту станции, вот в корпусе станции. Он разрушается и падает туда, и подозревает иллюминатор. Однако, проводя рентгенно-флюоресцентный метод на спектрометре определенном, с ранежками показалось, что это не парамид. На иллюминаторах обнаружен состав, может быть и близкий, но это не парамид. И у него было подтверждено, что парамид не разрушается, и та пыль, которая есть, это не парамид. В начале того года была проведена очистка иллюминатора. Здесь показано, что специальной насадочкой космонавт очищает иллюминатор. Вот насадочка. Потом он ее помещается в специальную баночку, и уже после доставки в аппаратуре эта стаблоновая сосеточка, крышечка иллюминатора, срезается. И проводится исследование, что же там такое. Проводилось микроскопирование этих частиц, их размер, их возможности структуры, что они из себя представляют в изображении в обратно рассеянных электронах. Исследования проводились при очень высокой кратности электронного микроскопа. Тепличатая форма – это форма покрытий. Покрытия, как правило, именно так, даже не деструктируют, а они так распадаются, вот на такие формы. Есть и прямоугольники. Насколько это к чему относится, мы вот исследуем. Изображение скопления частиц на поверхности сторон золотками В обратно рассеянных электронах показаны эти диаграммы. Большинство из них цинк, он доминирует в этой пробе. В пробе, взятой при очистке иллюминатора 2. И химический состав частиц масс-процента показывает, что в этой пробе действительно доминирует цинк. Почти больше 60 процентов, если от общего числа. И было сделано предположение, что загрязнение поверхности было покрытиями, которые разрушаются. Я даже дальше вам скажу как. Могут разрушаться. Почему они адсорбируются на поверхность стекла? Почему они притягиваются и сохраняются на стекле? Мы пока не знаем. Но в составе тех покрытий, которые применяются на МКС, да, есть АК-57 и В, да, есть ЭП-140В, АК-512В. Эти покрытия есть. Поэтому, делая состоятельный анализ, что есть на станции, из чего состоит станция, и что мы обнаруживаем, можно сказать, что это действительно покрытие. В 2015 году проводились еще одна обследование станции. Было выяснено, что это все в разговоре только о создании. Что, вот я здесь отметил точками, эти точки, вот они. Их удалось сфотографировать, к сожалению, только в том году. Это не метеоритная атака, но это действие метеоритов. Они повреждают одну из обшилок внешнеобширской станции. Вот точка, и вот точка повреждения метеорита. То есть метеорит повреждает станцию. Предположительно, опять-таки, предположительно, покрытие, которое есть на станции, они не улетают в космос. А почему-то притягиваются к станции. Вопрос, конечно, очень интересный, почему они притягиваются к станции, они должны быть заряжены. Или есть еще какие-то другие причины. Это уже дальше будем исследовать. Возможный состав метеоритов. Мы предположили, что эти метеориты, не предположили, а посмотрели, что эти метеориты в основном имеют структуру, в нее входят. И никель, и кобальт, и кобальт. В разных метеоритах и никель, и кобальт могут быть в разных процентах. От 5 до 30. То есть я вам рассказываю, как у нас идет почти последовательное исследование тех эффектов, которые мы наблюдаем. Мы предположили, что вот такой возможный состав метеоритов. Делается представительный анализ. Было подтверждено, что всегда есть кобальт-метеорит. Никельное соотношение из КД-42, которое может отнести эти химические элементы к метеоритам. Есть никележелезность соотношения, которая тоже может сказать, что да, это метеорит, имеющий вот этот состав. Конечно, это полностью не определяет весь состав. Потому что в составе есть хром, который мы еще не знаем, к чему он относится. Но метеориты, которые мы предположительно нашли, могут быть, я не хотела сказать, что это притянуто за уши объяснение. Но, тем не менее, мы сделали постарожение, что эти метеориты основываются в платиновой грубой лезвенной киеве. И они соответствуют по этому метеориту лезвенителю тому, что мы нашли по химическому составу с той пыли, которую мы усилили. Пыли эксперимента. Пыли эксперимента на текущий момент. Периодически обнаружатся жизнеспособные метеоскороны бактерий или энергиологических продуктов. Обнаружили на полигоне. Мог он быть доставлен на внешнюю сторону с любыми средствами выведения? Может быть, и мог. Мы сейчас будем это проверять. Археи, которые мы обнаружили на внешней стороне станции, никогда не исследовались на МКС, но они таки были обнаружены опять на космодроме. Этой группы, этого вида, мы не знаем. Мы сейчас будем смотреть, как по той диаграмме, которую получили от курящиков, относятся ли они хотя бы к одному виду. Можно их культивировать? Нам вот сказали, что можно. Мы будем пробовать их культивировать, чтобы понять, откуда они там появляются. Если они есть на станции, мы тоже посмотрим. Пока что мы только определили археи, что они есть на космодроме, что они есть на внешней стороне станции. Если они внутри МКС, будем сейчас изучать и не брать у микроорганизмов. То есть, сказать однозначно, да, есть. И дорожные структуры и культивированную вида, да, встречаются. Откуда они? Из МКС. Поднимаются с соответственными введениями. Поднимаются ли по электронной цепи с моря и так далее. Мы не можем сказать ни кем. Мы не видим и обнаружим бактерии, которые находятся в нежитиспособном состоянии. ДНК-бактерии, которые доминируют мазком бактерии. В плантоне варенцевом мире. Как она туда попала, мы тоже пытаемся выяснить. И есть некультивированные и неопределяемые по нашему венбанку микроорганизмам, которые опять-таки есть на станции. Говорить о теории панспирмении, что микроорганизмы могут с метеоритами попасть, может быть, исключительно может. Говорить о том, что теория арениуса по всемирной электрической цепи здесь действует, и, может быть, мы тоже не можем сказать этого, потому что мы сейчас набираем пол микроорганизмов, чтобы по возможности определить достичь нескольких родств, откуда эти дочерние или близкие микроорганизмы попадают на внешнюю сходную структуру. В настоящее время однородности в определении пути впадания структуры и понимания этого пока что мы имеем. Кроме этого, хочу сказать, что сам начальник мне сказал, что станция наша, наш служебный модуль, он идет как бы в конце станции. И мы, естественно, предположили, что первое, чем может загрязняться станция, это диктирование. Это отработка топлива или продуктное возгорание. В течение двух лет три лаборатории нам подтвердили, что в составе космической пыль гептилы нет. Продуктов сгорания топлива там нет. Пыль что-то другое. Мы целенаправленно этой скале, ну так, нас первым подводили, мы целенаправленно этой скале гептилы поможем. Также не идет деструкция параметра. Зоны загрязнения космической станции неоднородны. Здесь, как я показывала, бережные полоса, есть где вообще чисто. Здесь просто темный налет, предположительно, ампатерного углерода. Что это такое? Мы не знаем, но химики сказали, что по соструктуре, вот теперь с ней проба пришла, что это ампатерный углерод. Вероятность космической пыли, с большой вероятностью, состоит это пыль метеоритов и частички покрытия МКС. Вот это практически то, что нам удалось сейчас доказать, кроме обнаружения микроэкономерной космической станции. Змитая перчатка Олега Артемьевна. Космическая пыль и еще очень многому известному ее пределу. Спасибо за внимание.